Вот такая вот оказия. У меня плитка ваша навернялась. Вам устанавливают все ее? Сам устанавливаю. Никакой гарантии у вас не будет на нее. Как это так? Потому что должен быть документ от мастера с печатью, что вам ее установил мастер, у которого есть разрешение. В этом случае мы ее забираем и мы делаем возврат, а на заводе нам ее меняют. Мне поди претензию написать? Напишите, а как? Это правила торговли такие. Понимаете как? То есть если у вас есть, если вы сами электрик, у вас есть разрешение, вы тогда поставьте просто эту печать и все допуск. Так где я возьму эту печать? Или мне к электрику надо идти, чтобы он сделал эту печать? Ну или так, если есть на комнату, пускай так, как будто он вам ее поставил. Так а где он печать-то возьмет и откуда у электриков печать? У электриков должен быть допуск. Вот если я, например, сейчас обратилась, пошла, то они мне дают бумагу о том, что они мне, она мне, я прихожу, она мне говорит, да, вам электрик поставил, вот вам его в этом, да. Акт о том, что он поставил, она была искромна, он поставил. У него есть, он электриком работает, у него допуск есть. Вот этот акт, мы с этим актом ее забираем, я вам с удовольствием отдаю деньги, с этим актом спокойно еду и напрягаю, говорю, ребят, вот вы меня извините, вот есть акт, вы меня так вернете. Зачем? Без маски нельзя? 417-е постановление правительства, прочитайте, потом подойдете ко мне. Здравствуйте еще раз. А претензию принес. Акт принесли? Нет, претензию. Акт нужен мне. Я претензию принес, вы сейчас, вы прочитаете ее? Так я у вас, ну, не принес, ставьте ее для директора. Распишитесь, что вы ее приняли, и в копии у моей. Такой. Вот в этой вот. И тут, и тут, что вы приняли, входящий поставьте, и я пошел. Здрасте. Правильно написано? Не знаю, я понятия не имею. Я имею ввиду заголовок вот этот. А, по поводу шапки вы имеете ввиду? Да. Так, 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 ну, да, наверное, да, в принципе, от кого хочет, да. Ну, телефон есть. Да, телефон есть. Сам работает. Да не говори, я испугаюсь иногда, и вот, аж подпрыгиваю от него. Так. Мне вам надо что поставить-то? А как я, вот как, вот как я понятия не имею? Да не надо ничего понимать, вы поставьте число, свою фамилию, расшифровку подписи, и все. Входящий номер будет сегодняшним числом. Это не первая моя претензия. Да я прекрасно понимаю, дело-то не в этом. Дело в том, что я не понимаю, для чего вы это делаете. Вот для чего вы это делаете. Ну, а для чего я должен куда-то ходить, что-то кому-то доказывать. Так вы в любом случае идете, что-то доказываете. Вот я и доказываю. Что вы доказываете? Я говорю... Что у вас есть допуск поставить ее? Зачем мне этот допуск? Где такое написано? Потому что вы не можете ее поставить сами. Это технически сложный товар. Вы примите претензию, и все, разговорок у человека бесполезный. А какой смысл? Я приму ее. Все, принимайте, и я буду ждать в течение 10 дней вы мне, или вернете деньги, или товар на равностану. Ну, такой же. И все. А для чего я буду принимать сейчас претензию, если вы можете просто поставить номер, и он вам позвонит сам? Вот это для чего? Ну, звоните. Суббота. Телефон-то работает. Пять рабочих дней. Суббота работает. Суббота работает. Суббота по пятницу. Телефон же по выходным тоже работает. Да. Принимайте претензию. Я смотрю, диалога не будет. Напишите свою фамилию, что вы приняли. И все. В чем проблема-то? Так проблема потом у меня будет. Мне-то это зачем? А мне это зачем? А мне это зачем? Но вы мне поменяете ее просто так, без претензий? Нет, конечно. Тогда принимайте претензию. Я как у вас, что я могу у вас принять и поменять, если я... Претензию примите, что вы... Давайте в понедельник. Нет, сейчас. Давайте в понедельник. Вы отказываетесь? Я не отказываюсь. Тогда... Я предлагаю вам прийти в понедельник, претензия будет на месте. Покажите, ну скажите, уважаемый, примите у меня претензию. Время будет, у меня уже 3 дня претензии идти. А так будет 10 дней или 7 дней. Конечно, поставил. Вы поставили дату. Обязательно. А зачем мне поставили? Как зачем? Ну нафиг вам это было? Мне это надо. Вот вам не надо, мне надо. Мы могли вместе поставить. Давайте вот что я буду делать, решать сам, что мне делать. Только ради бога вы можете делать. Давайте, подпишите ее и все. И все, я пошел. Вот в чем проблема-то? Так у меня потом проблема. Проблема будет у меня. Так не будет у вас никаких проблем. А при чем здесь вы? А при чем? Притом, это вы считаете, что я здесь ни при чем. Но это, к сожалению, считайте только вы. Вот в чем беда. Вас обязывает закон принять претензию. Меня? Да, обязывает. Поэтому и принимайте ее, и все, я пошел. Распишитесь, напишите фамилию, имя, отчество. Есть сегодняшнее число. Я пошел, все. От вас больше ничего не требуется. Знаете что, давайте ко мне комфорту. Так она дома у меня еще. Пишите, я у вас заберу ее. Точно? Но, больше мы вас в магазине обслуживать не будем. Мы имеем право вам в этом отказать. Да? Вы это серьезно говорите? Абсолютно. Я могу вам показать правила торговли, где это написано. Абсолютно. Обслуживать мне не будете? Администрация может вам отказать. Хорошо. Я принесу вам сейчас комфорку. Принесите, пожалуйста. И я попробую, если я думаю, у вас что-нибудь купить. И попробуйте мне только отказать. Я могу вам отказать. Не откажете вы мне. Я могу. Нет. Да. Послушайте. Да. Это что такое-то? Смотрите. Есть правила торговли, в которых это написано. Нет, по-моему, о защите прав потребителя. Нет, или в праве торговли. Сейчас точно не помню. Где-то есть. Так, это перечень продавали. Это есть, что администрация магазина в одностороннем порядке может вам отказать в обслуживании. Это есть прям. Почитайте. Вы же грамотный человек юридический. Нет. Нет такого. Есть такое. Нет такое. Есть такое. Есть. Мне лично отказывала администрация магазина. Ну, неправильно. Значит, надо будет напишем в группу Роспотребнадзор. Так, это на обмен товар надлежащего. Это обмен. Замена. Есть, есть такое. Прям читала это своими глазами. Но поменять я вам ее не могу. Несите, я вам верну за нее деньги. Пожалуйста, сходите в хус-центр, купите другую. А поменять я ее смогу только в том случае, если она останется на проверку. А это опять же время. А вы не хотите время тянуть. Поэтому вот давайте тогда я сделаю возврат. Давайте я еще с своими юристами проконструктуруюсь. Возврат. Давайте я сделаю возврат. Ради бога. Приходите, пошел. Все я понял. Сейчас я принесу минут через сон. Что, прочитали? Постановление 417 не прочитали? Маску, пожалуйста, одетьте. Не одевай, девочка. Проходите спокойно. Не надо никаких масок. Маску одеть. Это заблуждение. Это ваше личное дело. Пожалуйста, вы ее уходите. Нет. Маску, если я прихожу сюда, вы должны ее выдать. Маску, пожалуйста. Давайте маску. Маску? Да. Вот, аптеку, пожалуйста. Зачем в аптеку? Вы должны ее выдать бесплатно. Поэтому я говорю, 417 постановление, откройте в телефоне и прочитайте. Хорошо? Прочитайте. Обязательно сразу и не морочки людям в голову. Электроконфорка. Иду менять. Что, почитал? Вечером у нас сейчас никак не думал. Все равно сидишь, ничего не делаешь. Читай. У нас нельзя. Просвещайся. Нельзя? Уволят? Конечно. Что за безобразие? Что за фашизм в России? А зачем вам это? Какое? Ну, вот это вот все. А что? Ну, зачем? Для чего? А для какой цели интересуетесь? Ну, вы для какой цели? Не надо. Оксана, чекай. Пожалуйста. А почему вы без маски? А почему вы в маске? А почему вы без маски? Конечно. Другой у меня нет. Вы уверены? Уверен. Вот в таком виде? Да. Вот именно в таком виде. А как вы ее брали в таком виде? Нет, простите. Они же не могут. Это не наши, наверное. Ваша, ваша. Я вас уверяю. Нет. Не одна комфорка не рабочая была. Я ее и менял. Так вот, наверное, это она и есть, ваша нерабочая? Нет, ваша нерабочая. Моя нерабочая уже лежит, черт знает где. Ну, что, я не пойму. Как она в таком виде? Вот в таком виде. Но вы же ее проверяли когда вы? Да, и она работала. У меня два месяца она работала без нареканий. Вчера она перестала. А, вы ее ставили, и она работала. Да, конечно же. Господи, я-то думал, вы ее купили в таком виде. Нет. Вы, ченька, Дмитриевич, а как вы? А, кстати, я ее купил в таком виде, да? Как вы можете купить в таком виде? Вот именно в таком. Отвечаю вам. Он приходит, такой увидит. Ну, я не знаю, кто приходит, не приходит, но ваше комфортно. А, что процент? Скажите, а, даже двести? Миллион. А, чуть ли? Работать перестала. Борщ не давали вчера мне. Мне прям охота ходить, голову морочить всем. Разбирать ее, собирать. Она тебе не работала, что вообще работала? Так, пишите, пожалуйста, ниже. Что я должен написать? Денежные средства, полученные в полном объеме. Сумма, прописью, дата и подпись. То есть сумма, пишите, 805, потом пропись еще. Денежные средства. Полученные в полном объеме. Полученные в полном объеме. Полученные в полном объеме. Написать сколько, да? Да, 805 пишите цифрами, а ниже в сумме. Нет, так, пишу. 805, я вот здесь пишу 805 рублей. Все верно, да? Рублей. Все. И подпись, да? Подписи число сегодняшнее. Вот у меня стоит она. 13 06 2020 и подпись. Слушайте, а как она была такая? Не знаю я. У меня изначально еще была мысля, почему вот эта вот, почему все вылезло? Я хотел ее сразу принести, а когда поставил, она работает. Думаю, а что таскаться? Пусть работает, раз работает. Все, 805 рублей. Все, спасибо. Чек там, паспорт там. Да вам маски должны выдавать администрация. Да какие вот, говорит, покупать. Не надо покупать. Понятно вам? И не морочите людям голову. Иду на выход. Не покупайте маски, иди китай без масок. Они вам голову морочат. А я знаю, что морочат. Ну и платите. Покатит. Спасибо. Спасибо.